Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Друзья, вчера мы несколько попробовали обсудить ситуацию с перспективами биткоина. Опять же, я поделился своей точкой зрения касательно того, какую активность далее могут продемонстрировать мегакорпорации мира. Пойдут ли они по стопам Теслы, будут ли они тоже инвестировать в цифровые активы, как это аукнется на капитализации всей криптоиндустрии. Мне очень важно ваше мнение. Найдите пару минут, поделитесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И считаете ли вы, что то ралли, которое мы уже сейчас наблюдаем, в том числе и по биткоину, то ралли, которое базируется, основывается на колоссальном притоке не только денег ритейл-трейдеров, но и институционалов. И дальше эта динамика будет только усиливаться. То, что крипта стала интересна для институционалов, ну это точно так, потому что мы можем судить об этом по ряду таких фундаментальных показателей. Знаете ли вы, друзья, что с начала этого года было зарегистрировано более 205 кошельков, новых кошельков, на которых сейчас находится больше одной тысячи биткоинов. Сам факт обладания такими колоссальными деньгами как раз и говорит о том, что за этими кошельками скрываются институционалы. А вот что касается предложения биткоинов на биржах, к сожалению, оно продолжает сокращаться. Сейчас находится на минимумах за последние несколько лет. Хотя, с другой стороны, к этому не должно быть вопросов. Те, кто закупает сейчас биткоины, они хотят вложиться в них, перевести после процесса покупки на холодные и горячие кошельки и забыть на какое-то время. В расчете на то, что через год, два, пять, десять за один биткоин будут давать 500 тысяч долларов и миллион. На биржах такие серьезные суммы не держат, потому что очень много бирж, к сожалению, погорели на хакерских атаках и, в конце концов, вынуждены были признавать, что со счетов пропало большое количество тех криптосредств, которые принадлежали инвесторам. Многие биржи, в принципе, не могли рассчитаться, расплатиться по долгам и, к сожалению, закрывались. Я не хочу делать рекламу, но, кстати, если вас интересует какая-нибудь биржа, посмотрите на Битрикс. Это, по-моему, до сих пор единственная криптобиржа, которая не была подвержена хакерской атаке. Ну, точнее, 100% предпринимались какие-то усилия со стороны тех, кто промышляет этим, но именно система безопасности, которая является основой этой биржи, все-таки не позволяла пройти фродер. Так, друзья, по поводу перспектив биткоина, сейчас у нас котировки 44 837. Я по-прежнему, как бы, смотря на совсем долгосрок, уверен, что биткоин будет дороже, но, как и ранее, ищу более оптимальную точку для перезахода, потому что считаю, что коррекционный откат все-таки должен последовать. Я смотрю на индекс настроений, криптофирмгрид, который сейчас сигнализирует о том, что коррекцию реально можно подождать. Будут держать вас в курсе, если вы ищете точку входа вместе со мной. Ну и по основным нашим традиционным финансовым инструментам. Индекс доллара 90-35 все дешевле. Американская валюта, стимулы, плохая статистика, низкие процентные ставки, снижение доходности американских облигаций. Это серьезная фундаментальная база, на котором другого движения быть не может. К тому же сейчас еще и обсуждают судебный процесс над Трампом. Да, вроде бы как абсурдное дело, ведь речь идет об импичменте того человека, который уже сложил себе все политические полномочия президента. Но здесь фишка в том, я, мне кажется, рассказывал вам в конце 2020 года, что демократы добиваются того, чтобы окончательно разрушить репутацию Трампа и лишить его возможности принимать участие в президентской гонке через 4 года. Считается, что этот фон также выступает негативным фактором для доллара. Но мне кажется, это все-таки как бы натянуто немножко. Основной фон, который бьет по позициям доллара, это ожидание мер экономического стимулирования. Также вчера еще было выступление Павла. Как и мы прогнозировали, Павл в очередной раз признал сохранение нисходящих рисков, отметил факт, подчеркнутый факт того, что ситуация на рынке труда США ухудшается. А поэтому американский регулятор даже, это прямой перевод, друзья, его фразы, даже не думает о том, чтобы отказаться от тех сверх агрессивных стимулов, которые он использует, и от низкой процентной ставки. Ранее я отмечал, повторял, ссылаясь на комментарии самого регулятора, что ставки будут низкими в течение ближайших 2-3 лет. Это, ребята, для тех из вас, кто считает, что индекс доллара по какой-то причине в ближайшие месяцы может восстановиться, потому что начнут меняться процентные ставки. Ну как это так? Если вы не согласны с определенными фундаментальными вводными, ну тогда послушайте, что говорит сам регулятор. Если регулятор не собирается повышать процентные ставки, где вы тогда увидели предпосылки для этого самого ужесточения? Поэтому мы продолжаем следить за тем, как идут переговоры и обсуждения в Конгрессе по экономическим стимулам. Повторюсь, что до конца этого месяца я ожидаю, что будет прорыв. Жду пакет транша ликвидности на 1,9 трлн долларов, продаю в доллар. И, соответственно, ставлю на то, что индекс американской валюты точно пробьет поддержку 90 пунктов. Золото 1836 целей, неизменный прежний 1850-1900, нефть 6130, министр нефти Ирана позволил себе накануне сделать заявление от лица всех участников экономического пакта, то есть сделки ОПЕК+, по сокращению добычи. Отметил, что в марте, когда состоится очередная встреча, на ней не будут обсуждать возможности корректировки объема нефтепроизводства. Хотя Deutsche Bank не согласен, считают эксперты этого банка, что в период с марта по май ежемесячно страны ОПЕК+, будут повышать уровень добычи на 500 тысяч. Мне кажется, вот это более реально, потому что при текущих ценах на нефть, как я уже отмечал, сланцевый бизнес США рентабельно. И их возвращение на рынок, это вопрос чуть ли не ближайших недель. То есть при возвращении сланцевого бизнеса США на глобальный рынок углеводородов снова разразится конфликт за именно сферу влияния и за геополитическое влияние и присутствие на международном рынке. Потому что Штаты также претендуют на глобальную экспансию. И Штаты хотят ежегодно увеличивать долю покрытия собственных нефтяных поставок на глобальной арене. Ранее также отмечалось, что у США есть все вводные для этого, потому что они, в отличие от ОПЕК, не скованы обязательствами по сокращению добычи. И если они хотят увеличить производство, они это делают. А страны ОПЕК+, к сожалению, делать этого не могут. Запасы в соответствии с отчетом администрации и энергетической информации снова снижение, как и прогнозировалось, соответственно, фактор поддержки для котировок нефти. Но еще раз призываю вас, друзья, реально посмотреть на текущие уровни и признать тот факт, что коррекция, ну, точно уже должна последовать вот-вот. И чтобы не стать жертвой этой коррекционной динамики, я советую, давно уже советую, всю неделю говоря о том, что лучше фиксироваться по текущим значениям, найдем еще более оптимальные точки для входа. Евро против доллара 1.21.25, все выше и выше с каждым днем. Фунт против доллара 1.38.48. Цель 1.40 рукой подать. Белли, как мы и ожидали накануне, снова сделал комментарий о том, что отрицательные процессные ставки маловероятны. И фондовый рынок США S&P 500 3903 пункта. Ближайшая цель 4000 пунктов, пока не доберемся до туда, не успокоимся. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии, всем пока.